20 лет назад я пересекла Чукотку с юга на север, прошла больше тысячи километров. И вот теперь снова лечу на этот далекий край земли, чтобы пересечь его с запада на восток. Чиунская губа Восточно-Сибирского моря. Конец июня, а именно 29 число. А в губе еще плавает лед. С запада губу ограничивает большой остров Айон. Это самое малоснежное место российской Арктики. А на восточном побережье губы расположен город Певек. Бывший поселок. Поселок территории Олега Куваева. И сразу вспоминаются его слова. Вы сядете уже не там, где начали свой рейс. Вас ожидает прохладный и влажный воздух. Черный и желтый пейзаж. Нет, тут не берез, клёнов, ясени, сосен, лиственниц. Есть только сопки и тундра. От аэропорта до города около 20 километров. Я сразу заприметила большую оранжевую машину-вахтовку и постучалась к водителю. Меня захватили в город. Певек встречает меня знакомыми наскальными рисунками. Местами тут уже дома разрушены. Певек был основан в 1929 году как культбаза и фактория. А в 1931 году геолог Сергей Обручев нашел образцы олова. И почти до 1958 года Певек жил на олове. А позже здесь были найдены и богатые золотые месторождения. Чунская губа. Серный ледовитый. Обалдеть. Итак, я на Чукотке. Это фантастика. Да. Это крыша дома, обычного дома Певекского. Мы здесь вылезли взглянуть на Чунскую губу. Меня, как обычно, везет. Только я потерялась тут Певек и не знала, где остановиться. Как меня нашел местный турист, геолог. Кто-то еще. Не знаю. Вам виднее со стороны. Ну, в общем, человек, который живет здесь уже с 70-х годов, роет тут. Рыл. Уже нарыл мне достаточно. Много золота нашел. Разведывал разные месторождения. Правда же я говорю? Да, некоторые даже открыли. Вот, открыл некоторые месторождения. И вот, и вот здесь мы обозреваем окрестности. Но не видим их, потому что Шелакский мыс туманом скрыла. Расскажи, пожалуйста, где Шелакский хребет? Вон он начинается с мыса, который едва-едва торчит над туманом. И пошел, и пошел его гребень. По которому можно даже и пройтись при желании. Там холодный на Восточном Сибирском море воздух, холодные льды. А в Чаунской губе относительно теплее. 6 градусов сейчас тепла. И поэтому холодный воздух превращается в туман, когда перемещается на наши стороны. Главное, оцените чистоту воздуха до Шелакского мыса 60 километров. А когда растаял лед в Чаунской губе? А он еще не растаял, его болтает туда-обратно. Если подует северный ветер, то тут будет льда очень даже приличная опять. Самая западная часть Певека. Здесь уже часть домов не жилые. А вот на площади. А там уже Чаунская губа. Плавают в море. Порт на самую западную оконечность. Там вдали мыс Шелакский. Певек называют ромашковым городом. Хотя это вовсе не ромашка, но похоже. А мостовые в Певеке не деревянные, только некоторые переходы. А вот такие бетонные плиты. Это, конечно, не самая приглядная картинка в городе. Но есть и такие. Итак, я нахожусь в самой западной практически точке Певека на берегу Ледовитого океана. И хочу дойти до самой восточной части Щекотки. Сейчас об этом говорить, конечно, очень... Немножко страшно. Немножко... Не совсем верится, что это возможно. Я надеюсь, что я по улице подойти. Певеки, дома на ножках. Пароходы узкие. Прям как в средневековом городе. Местные жители Евражки. Местные жители. Продолжение следует... Вот он город Пивек. 6 тысяч жителей. Я решила подняться на высшую точку над городом. Посмотреть, какой отсюда вид. Там вдали, вот она, Чунская Габуа. Далее мы Шулакский. Вот он город Пивек. Остров Рызмучин, по-моему, называется. За ним там продолжается Чунская Губа. А здесь на Сопушке еще не растаял снег после вчерашнего снегопада, после вчерашней непогоды. Там наверху на Сопке на Матэна должны быть на вершине. Сейчас заберусь, посмотрю. А вот тут вот тут выезд из поселка виден. И там побережье Чунской Губы. Вдоль нее дорога идет к аэропорту Попильдина. Вершина горы плоская оказалась. Вот на ней стоят антенны. Здесь, похоже, уже все не живое. О, какие агрегаты тут ездили. А какой вид-то открывается. Далекий. Первое июля. Спину дует теплый ветер, южак. От снега веет холодом, руки леденит. Но солнышко греет. Это чувствуется. Впереди лето. А там дали мыс Шилакский. Итак, мы с Юлей наконец-то выехали из берега. И едем к мысу Шилакский. В самую северную мысу Чукотского полуострова. Вон туда. На дворе 10.30, но освещение обалденное. Дорога Грунтовая. Машин нету. Красота. Ядерный причал. Ворфорский век. Вот, Юра, мне достал такой велик. Прям классный. Дамский под меня. Но он без багажника, без заднего тормоза. Но не это главное. Главное, рама прям под меня. Легкий ход. Доедем. Когда за спиной мне. Бескрайняя Чукотская тундра. На закате. Путь к мысу Шилакскому это 36 километров грунтовой дороги до поселка Янронай. Потом 22 километра по прибрежным скалам, тундре, по кромке моря до бухты, где раньше был поселок Шилакский. И потом еще около 4-5 километров через перевал к метеостанции Туманная, которая лежит прямо у мыса Шилакского. Шилакского северного. С самого северного мыса Чукотки. Солнце не село. Уже сейчас идет на подъем. А вдали уже видны на сопках станции. Дорога, стрела через тундру. А там певек у подножия сопки. Парят озера. Сейчас ночью было плюс 2 градуса. Сейчас уже теплеет. В поселке Янранай балки на берегу стоят. Да, раньше здесь был жилой поселок колхоз Янранай. Восьмилетняя школа. В ней была библиотека. Теперь книги из нее лежат по балкам. Временами мокнут. Одну из них, не удержавшись, я взяла с собой в дальнейшее путешествие. Можно вставать? Ну, а что? Печка хорошая, балк хороший. Хозяев я знаю. Мои соседи, в принципе. Уточки нас испугали, уплывают. Ну, там, да, все еще не худо. Да, прямо не верится. Полный штиль. Начитавшись об этих местах у Олега Куваева, я представляла здешнее море вечно неспокойным, штормящим. Мыс Шелакский в книгах Куваева сочетался исключительно с эпитетом Грозный. Какой он тихий, этот ледовитый океан. С умятица и толчья быденки мы мечтаем иногда вот так бы плюнуть на все и уехать, уплыть, улететь к тихим берегам, к простой и разумной жизни, чтобы колоть дрова, топить печь, а в промежутках добывать себе хлеб с хорошим ружьем и верной собакой. И всегда что-то находится, что мешает добраться до обетованных краев. А лед такой твердый, настоящий лед, сюда не залезешь. Так просто. Вот так, по склону. Сверх только. прыгнет, помоги. Вот такой баллок. Дрова, плавник. Вполне уютненько. Места много. Печка отличная. И так, переночевав здесь в балке, мы оставили в этой старой баньке велосипеды и дальше идем пешком на мыс Шилакский. Сколько здесь километров? 22. 22. 22. До первого ручья вот такая дорога довольно умилая, потом живописная. брусника еще только цветет. Полярный ивот цветет. Здесь на мысу старое кладбище. Нас попросили посетить одну могилку. певеть и женщина попросила. Изба Горчакова. Мы как раз туда идем. Красивое здесь побережье. И тундра такая. Легко по ней идти. Впереди уже вдали виден мыс Шилакский. Там давно виден. Вот такая у нас трехдорожка. Кабинка затеряется, то появляется жесткая тундра. Золото пока не встретили, а вот золотой корень. Пожалуйста. Вот какие тут открываются обзоры. Как говорит Юра, мы прошли участок унылый, где была тундра такая, местами заболоченная. А теперь одни камешки будут. Ну, большая часть, так думаю. И видов больше. Какая гвоздичка, а! Ой, я не скрываю. Гвоздит аж не могу. Вот такая она дорожка тут. Вот, здесь цветет шиповник. А там, где есть шиповник, значит, погода еще теплая. Хотя мы уже, мы уже на 70-е пролили. Вот, блядь. На том отроке. Полигональная тундра. Это была вторая дорога. Да? Тут не поймешь, где дорога. Здесь кажется, что везде дорога. Потому что идти по такой тундре одно удовольствие. Плоские камешки между ними. Невысокие травки и кустарнички тундровые. А вот здесь птичий базар. Запах такой, аммиака. Чувствуется здесь гнезд, да? Игорь Негода. Игорь Негода. Продолжение следует... 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 В этом ручье мы набираем воду в домик, потому что рядом там что-то ручей пересох Незабудочка Поднимаемся от моря, облака тоже поднимаются А идем мы на метеостанцию Туманную, старую, возросшенную, не действующую, вернее Это там не облако, это там лед, льдины Туман наползает на глазах А вот это уже не Чумунская губа, это мы уже перевалили Это побережье открытого северного ледовитого Это побережье открытого леда Сверху Туман Сверху 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все время меняется, блока то поднимается, то опускается Просто потрясающая картина Идем и то вот по таким курумникам Крупные довольно камни Сейчас они немножко скользкие Аккуратно приходится идти И вот участки тундры В ботинках иду и не намокаю пока Выше ботинка пока не было глубины Хорошо На леске гулять Вот там внизу же Видна метеостанция Туманная Именно на этой старой метеостанции Туманная снимали фильм Как я провел этим летом Юра обещал показать мне ту самую сковородку На которой главный герой фильма Жарил птичьи яйца Обалдеть, прям мне верится Серный ледовитый Самый настоящий Открытый С ординами Вот мы и подошли Метеостанция Туманная Каменюки тут На которых она стоит Огромные Оттуда мы спустились А вон там вдали Где желтая Желтая такая Коса не коса Там метеостанция Бликаркай Желтый распадочек Скажем так Ну что Пресная вода Под ногами течет Да, надо сказать Низенький здесь Вход Ой, это я В какой тамбар лезу Вон вход Вход здесь нормальный Ого-го Ничего себе Все в снегу Вот это да Вот это Наверное Основное здание Домик Как все тут запущено О, как все тут запущено Я из-за снега не вижу стекла есть или нет Были же Может быть в той будке Посмотрю наверх А где та самая сковородка? Вон в маяке Они кают-компанию не снимали Они снимали вот этот маяк там Да, туалет совсем покосился Вот еще какая-то видушка, баня стоит А там маяк здесь снимали Что, это ты? Представляешь, товарищи меняли ретеги, забирали Вот тянули в окно вот эту фигню Идиоты А так тут была вообще отличная комнатка Отсечка здесь была идеальная Забрали Здесь кровати стояли, наверное Товарищи, сколько рукаешь, что ли? Такие хозяйственные Какие же... Сборник задач по геометрии Сборник задач по геометрии Подчерктованный Не просто так Надо же, эту табличку написал Романенков Из команды созвездия, да? На лыжи когда здесь ходили А что у нас здесь висит? На самом деле они сюда просто в Родиальное вышли А остановились они на Шилакском То есть это в Узбе на Шилакском И пошли туда На полярку А самое лучшее жилье-то тут на крыше? И тут зачем-то кровать разобрали? Да, 10 лет назад снимали фильм Как я провел этим летом И здесь жила съемочная группа, что ли? Или часть ее? Они сюда приезжали На съемки, я не знаю, на чего они Здесь жили немного на Каркае Ага Какой-то день, может, и прожили Потому что там вот В ковид-компании стояли Коечки И осталось здесь немного вещей Оборудование какое-то А здесь мы находимся, оказывается В самой северной части Чукотки Вот он Вот эта скала, которая в море Он обрывается Самый северный мыс Шилакский И тут вот рядом эта метеостанция полярная Это, думаю, дальше чуть-чуть Сам мыс А он тут внизу Крайняя северная точка Чукотки Семидесятый с чем? Ее достигали великие фатбайкеры Гуревич И великий лыжник Романенко Ну а теперь еще и ты Товарищ Галкин Да А вот это надо ремонтировать, товарищи Самый стрёмный туалет в Арктике Стал еще стремнее Вот эти старые деревянные мостки По которым мы только что прошли И вот дальше идем По-моему, это самая опасная часть нашего маршрута Потому что они могут реально сломаться Так нас медведями пугали, конечно Но мы пока ни одного не встретили Где ты? Где ты? И тут мокро А сковородочки-то нету уже Нету? Что? Обманул меня? Да, вот здесь он На этой коечке Вот эту печку разжигал в фильме Видишь? Ну-ка Да А сковородку-то утянул Нету вообще никакой сковородки Вот все, что осталось Ну а вот здесь эта сцена происходит Где герой Григория Доврыгина Жарит птичьи яйца Вот на этой печке Ну да, у него из-за обратной тяги Не горит печечка Сиротинушки Теперь я обязательно посмотрю этот фильм Да, наковальня нехилая Это здание маяка И он был радиоактивный? Нет, тогда не так написали А делать нечего Здесь были репеги Раньше Так они были радиоактивные Посмотрите, что там стоит Коровый Если там остался репег Так что это был за маяк? Так, маяк шеватский Туманная станция Это комитета Комитета Северного Гидрографа Вот он этот маяк? Нет, это был прожектор А, прожектор А, сама лампа стояла здесь Где сейчас Где сейчас Вот этот Стоит лампочка Но пока светло Она не горит А, нет То есть она что Летом, значит Вообще не работает? Ну, когда... Ну, на счет Темнеет В августе Вот она Будет Стыкивать Да Да Вот он Под нами Скалы мыса Вон туда вниз уходит Крайний север Крайний север Мыс Шелакский Здесь вот Глобостиков нет Это радиорубка? Это была радиорубка За ней Антенное поле Да Жалко Разломалась уже Тут действительно Дом для бродяг Так для бродяг Нет Держаться это не будет Надо убивать А нечем Все ржевое Везде-то Юра Свои следы оставляешь Молодец У нас День независимости Да, американский? Четвертая Как? Правда что ли? Ну Что там у тебя пишет Камера Камера у меня пишет Капасев 2018 год У меня, конечно В этот раз Тоже нет Средств связи Я везде буду оставлять Надписи Но сейчас я не одна Так что оставляю Просто на память А печка-то здесь Отличная была Вот он Мыс Шилакский Спокойное Какое спокойное море Я-то думал Здесь всегда бушуют волны А сейчас он встречает меня так благосклонно Что даже и не верится Я так его можно и обогнуть на каюте Была бы погода и желание Правда же? Конечно Вот оно самое высокое строение Метеостанции Полярной Здесь было антенное поле Прощаемся с мысом Шилакским И начинаем путь на юг А я надеюсь Что дойду до самой восточной части Самого восточного мыса Чукотки До него отсюда Еще далеко Ты хочешь скажи, Галки, когда мы печенье есть будем? Печенье Вот поднимемся наверх И там съедим Ну да, конечно Там, где воды нет Там мы будем Здесь мы не пропадем без витаминов Здесь растет маленький щавель Очень кислый Очень вкусный Очень вкусный У этого Цветочки Красив ледовитый В тихую погоду На море натягивает туман Такая плотная полоса его А очень вкусный 介练 У него В тихо Сать В И там внизу бухта туманная. Бухта, она действительно туманная. Вот наш перевал. Около 400 метров. Чуть ниже, наверное. Вот такая тут плоская предвершинная терраска. Вот тут, где тоже вершина. Здесь упал самолет. Давно. Авиакатастрофа произошла в 1959 году. Почти 60 лет назад. Это был самолет полярной авиации «Главсевморпути» «Ли-2». Да, вот уж точно. Чуть-чуть не дотянул. Лежит ведь на вершине. Чуть бы выше и все. Прошел бы в тумане. Он вел ледовую разведку. На борту было пять членов экипажа и пять пассажиров. Из десяти человек семеро погибли. Самолет уже закончил выполнение задания и летел с востока вдоль побережья к Певеку. До аэропорта оставалось около получаса лета. Была хорошая ясная погода. Вершины гор были открыты. Лишь над морем и в низинах лежал туман. Самолет шел, придерживаясь береговой линии, в пяти километрах от берега, на высоте 500 метров, как и было предписано двигаться этому воздушному судну. Командир доверил управление второму пилоту. И тот принял неправильное решение. Решил срезать путь по суше через горы Перешейка за скалистым Шелакским мысом. При подходе к вершине горы самолет попал в нисходящие потоки, задел за склон. По инерции на брюхе выскочил на плоскую вершину, сломался и загорелся. А как сохранился? Надо же. А место-то какое здесь. Красивое. Так лежит он здесь, на вершине горы, следующий через распадок от горы Шелакского мыса. Лежит памятником тех героических лет, когда еще не было спутников, и ледовые разведки проводились самолетами полярной авиации. Продолжение следует. Юра остался в бухте чинить избушку, а я пошла обратно в певек. Ну что, можно сказать, мой одиночный маршрут начинается. А вот, в общем-то, расположение города Певека. У него идет дорога по Пельгин, это аэропорт, и дальше продолжается дорога грунтовая до поселка Янранай. Это вот 36 километров. Дальше здесь дороги нету, здесь путь по горной тундре, где-то вот мы выходили, шли частично по побережью. Здесь бухти по побережью. И вот в этом бывшем поселке Шелаксском здесь стоит, изба одна сохранилась. Это еще 22 километра из Янраная. И чтобы попасть на мыс Северный Шелакский, это надо перевалить еще вот сюда. И здесь, вот где Майк Шелакский написан, это метеостанция Туманная. Самый северный мыс Шелакский. А вот это Шелакский Западный. Мыс Шелакский Западный. В фильме я говорю, что за ним там в километре Северный Шелакский. На самом деле, вот здесь вот где-то 4,5 километра вот это расстояние. Вот такой у нас получился маршрут до Северного мыса Шелакского из Певека.